Свои последние метры Лада 8-й модели проехала по Горьковскому шоссе в Казани. Отечественный автомобиль принадлежал жителю Мариэл. Рядом с озером Лебяжьей восьмерка столкнулась с Hyundai Accent. Водитель иномарки, по предварительным данным, выезжал на трассу с прилегающей территории и не пропустил едущие автомобили. Лада не подлежит восстановлению. Восьмерка чуть не дотянула до своего 30-летнего юбилея, но сохранила жизнь и здоровье своих пассажиров. Наталья Емезина поделится подробностями. Он прямо выехал и все. Ни поворотников никуда не пришло? Нет, ничего ни поворотников, без фар, без... Водитель Лады 8-й модели сильно удивлялся манере вождения второго участника ДТП. Hyundai, по его рассказам, выехал с прилегающей территории на перерез всему потоку. При этом мужчина даже не понял, куда хотел поехать водитель корейской иномарки при таком оживленном движении на трассе. Однако расстроился он не из-за поврежденной иномарки, а из-за своей любимой восьмерки. Эта авария Лада не пережила, а теперь вряд ли подлежит восстановлению. Автомобилю через год исполнилось бы 30 лет. Наша ласточка четыре раза уже в ДТП побывала, четыре раза жизнь спасла. Вот четвертый оказался смертельным для нее. С какого года у нас машина? С какого года машина? С первого года. Сколько прожила? Она практически в идеале, это с виду она такая ободранная. На своей ласточке мужчина вместе с семьей направлялся в Ёжкарлу. Даже после аварии водитель не изменил своих планов и решил отправиться в назначенный пункт уже со сломанным автомобилем. Я с эвакуатором поеду домой. Я ее здесь не оставлю, это мой друг. Мы договорились на сто, потому что я понимаю, сумма большая за такую машину. Но поймите, в машине были инвалиды, я инвалид, моя жена инвалид. Водитель Хендай свою вину признал и уже перечислил на счет второго водителя указанную сумму. Продолжение следует...